Здравствуйте, Хасай Магомедович. Я первый. Вот уже 9 мая, и я вас поздравляю с праздником Победы. Поздравляю всех наших слушателей с праздником Победы. Я тоже поздравляю, тем более я хотел бы сказать, что мой папа, твой дедушка Айен, 19 лет, как ты знаешь, ушел из селения Батлаич Хунзахского района. Республики Дагестан. Добровольцем на войну вернулся к капитану в орденах и с медалями. Прошел дальше Берлина там. Короче говоря, там Батлаича у нас даже там на воротах дома дедушки Али Багарчи там, наверное, еще висит. Да, звезда висит, и написано, что он участник. А вернулся-то не один, а с Федором Ивановичем Селивантьевым, героем Советского Союза, которому после окончания войны ехать-то некуда было, так как деревню их не разбомбили. Вот такое было братство и дружба народов, да? Что тот был с России, этот был с Дагестана, и вот он его обратно после победы привез в Дагестан, где он потом и прожил, Федор Иванович, свою жизнь. И дети у него были, и внуки здесь. Я скажу, дядя Федя потом работал много лет начальником Каспийской уголовного розыска, по-моему, он там работал много лет. И вот я как-то ему, после того, как он позвонил мне, говорит, у меня, говорит, радикулит сильный, но я к нему приехал домой, я ему иголку ставил, точку Хуан Тяо, она там в глубиной на области ягодицы, и когда я попал в точку, как надо, по нерву пошел ток, я его спрашиваю, дядь Федя, ток пошел, а он говорит, как пуля, Какой фронтовик, да? Ну, конечно. Слушай, ну хорошо, это, слушай, ты мою картину старую поставил. Да, кстати, посмотрите, какая красота. Это ваши первые серии, первые волны, как только вы стали великим художником. Вот с этих картин все началось. Ну да, ну да. Так вот еще раз всех с праздником, победы, ветеранам здоровья. Да. А ты пограничник. А я пограничник. Да, я хочу сказать, да, что ты служил пограничником. И граница была на замке. Да. Потому что она была на замке. Слушай, слушай, очень интересно, как ты там служил в погранвойсках. Ну давайте сейчас не про это, это потом. Ну в Аташате. Ну в Аташате, да. Советский Союз, Турция была граница. Но остальное все секретные дела, не надо. Ну это шутка. А вот второй вопрос, это по ключу, по методу ключ. Так вот момент такой. Создается мнение армии наших коллег-психологов, да, что для решения психологических проблем нужно проговаривать эту проблему пациенту со специалистом, входить туда и по каждой проблеме как бы прорабатывать ее. Да, вот такое мнение создается и, как я вижу, у многих. То есть такая тенденция есть. И очень трудно донести, поломав этот стереотип в правильную сторону, донести, что появляются новые механизмы, механизмы, которые позволяют не входить туда, не тратить на это много времени, приемов и лет. А что если включить этот механизм, то на 80% эта проработка по природе происходит. Мозг так работает, по ключу. Правильно, Хосай Магамеш? А вот пример, например, раньше были у нас черно-белые телевизоры, два канала, нужно было антенну там подстраивать или еще что-то подкручивать, чтобы канал найти. Это вот как то, что сейчас предлагают в основном вот эти психологические техники, да? А по ключу, как пример я привожу, современный телевизор, где нажал на кнопку, и он тебе автоматом все каналы понаходил быстро, за минуту, и все у тебя на месте. То есть эти механизмы по ключу позволяют человеку, если он их включает, а это идеорефлекторные приемы очень быстрые, да? То есть они на 70-80% прорабатываются автоматом, природой мозга. Не кем-то, не кем-то. Если мы их включили, то есть через перезагрузку, они прорабатываются. Естественно, есть, когда еще, наверное, нужно доработать. Сам включил, ты его научил включать. Да, да. Он сам включает, когда ему надо, когда он получил психотравму или еще что-то. Это вторая часть. Первая часть, когда мы с ним работаем. Мы же его обучаем, и вместе с этим, если это есть психотравма, вместе с ним мы это делаем. То есть мы его научаем, и здесь же он получает этот результат, этот эффект. А потом закрепляем, и он полностью всю жизнь этим пользуется. То есть не нужны те количество и те приемов, количество приемов. Да, просто вот у каждого же своя задача. А метод-ключ, как известно, он же... Вот цель какая была? Быстро человека вывести. Быстро. Не десятками там занятий, план составил на год, и вот занимаешься, да, как в институте. Нет. А почему быстро? Потому что применялось это все в терактах. Применялось это, когда пожары были, когда люди в таком состоянии, когда их надо немедленно вывести, их много. Мы с тобой хорошо знаем. Это задача. А другая задача, если у человека годами сидеть и приемы вести, это другая задача. Я к тому, что есть сейчас уже и новые технологии, как в настройке телевизора. Это ключ. А если старые, когда вот так подкручиваешь, подкручиваешь, года на это тратишь, время тратишь, средства тратишь и... Лен, давай мы насчет этого будем говорить более конкретно. Да. Совершенно в другом формате, в другом ролике. Например, на вебинаре мы покажем и синхрогимнастику по методу ключ, и разгрузку по методу ключ, и перезагрузку по методу ключ. Ну, конечно. Он сам все это сможет делать, зная эту технологию, эту методику, алгоритм подбора индивидуальных приемов. Потому что сейчас дистанционное обучение развивается, чтобы он мог сам это все делать. Мы на следующем разе, как говорится, у нас в деревне. Да. А мне было важно, вот я очень долгое время никак не мог сформулировать. Потому что есть устойчивое понимание. Стереотип такой, да. Ну да, стереотип. Шаблон такой, что надо пойти к специалисту, с ним прорабатывать, делиться лично с ним. Кстати, вот тут же у нас по ключу и личностным не надо делиться. Много кто не хочет делиться. Это же там межличностные отношения, семейные или еще какие, да. То есть здесь и этого не нужно делать. Настолько это быстро и совершенно. Ты помнишь, кое-кто и не мог делиться, потому что у него такое состояние. Конечно. Мы об этом потом поговорим. А я сейчас хочу тебя спросить. Вот я сейчас книжки свои там поставил, как плакаты. Да, да, да. Но что-то у вас там треть книг только из всех, что есть. А иностранных я тоже вижу только одну или две. А где же ваши французские, английские и еще там у вас. Ну вот вижу болгарские, там чешские, сербские. А, Франция. А, не Англия, да. Англия. О, есть. А Франция где? Из города Парижа. Где? А, все, понял. Понял. Ну да. Много книг и французские, и английские, и болгарские, и польские и так далее. Мы сейчас, я просто хотел проверить, нормально у меня смотрится. Здорово, да. А вот когда вы книгу вот так вытянули, вообще вы растворились. Вас видно не было, книги были, а потом опять какой-то волшебник появился. Это было же, когда моя картина какая-то там стоит. Нет, ну почему? Картина шикарная, это для разнообразия. Тоже очень шикарно даже все это, да. Ну это же наглядность, это же наглядность. Почему же, да? И надо и это поставить, да. Я же хочу, чтобы человек, который первый раз включает, посмотреть, что такое ключ, чтобы сразу понимал, что мы одновременно и занимаемся книгами пишем. И создатели метода ключ, вы и книги пишете, и картины, и стихи. И врачи готовим после терактов, и людей к экстремальным ситуациям, и в условиях неопределенности, и ведем бесплатный ликбез для всех на карантине, на YouTube-канале. И наша школа, и наша школа, и наша школа будущего, хомофутурус, сегодня как никогда нужна, остро нужна. И поэтому мы как бы как спасатели. Да, и люди такие, как говорят, прокрученные, прокаченные, проверенные, официальные. Крутые, короче, крутые, крутые, крутые. Как говорят, продуманные, опытные. Да, и стрессустойчивые, стрессустойчивые. И одновременно художники, и писатели. И поэты. И поэты, я точно. И врачи, и психологи, и нейрокибернетики. И нейрокибернетики. Можно просто выйти на мою, называется, проза, проза стихи Ру. А, нет, нет, стихи Ру выйти в интернет. И там мои стихи. Ну, конечно. Я тот конь, что нежен, но крепок. И водить меня можно, но только любя. Я то поле, в котором, как ветер, кружит счастье мое и надежда моя. Я тот ветер, который просит у неба. Миг порыва, не слезно моря. Жизнь моя. Если буду я счастлив, не оставь без присмотра меня. Красота. Слушай, я думаю, столько комментариев будет под это дело. Ну, конечно, это же глубина такая вообще. Есть еще такая глубина. Я сейчас тебе прочитаю одно стихотворение. И на этом мы закончим сегодня. Одно стихотворение. Истинно верующий. Истинно верующий – это тот, кто душою подобен поэту. Он видит в окне, например, не просто дерево или куст, а божественное произведение. Сквозь смех и слезы. Сквозь полет. В глубине порядка жизни. Сквозь суету и столпотворение к вечности. И тогда, когда ты способен видеть прекрасное, ты никогда не одинок. Вот это и есть истинное верующие. Вот это и есть истинное верующие. И поэтому… И так, когда ты способен видеть прекрасное, ты никогда не одинок. И создавать прекрасное. А меня спрашивают, а тот, который видит прекрасное, но сам не может это создавать, но он чувствует это прекрасное. Да, конечно, он тоже художник и поэт. Потому что он в этот момент, он же видит, потому что он такой. И он вместе с этим тоже… Да, и чувствует, конечно. Да, да. И поэтому вместе мы опять победим. Светлые силы всегда побеждают темные. Нам надо, как вы и говорите, объединяться в этом. И поэтому опять всех с победой. Да, с победой. И пускай завтра, 9 мая, будет символом победы, потому что победили мы тогда фашизм за счет объединения друг друга во имя этой идеи. Да. Против варварства. Культура против варварства. Давай, обнимаю, Олег. С праздником. С праздником всех. До встречи.